Так, драфты на ваших экранах, тускар на пп, снова Драгонайт Энчантрас, но в этот раз Тимбер для лавы и спортс. Как тебе такой ответ на Драгонайт Эсенчой? Слушай, ну, 50 на 50, потому что Энчантрас так-то Тимберу делает бобо. Смотря, все зависит от того, как Тимбер отстоит на линии и на какую линию он пойдет. Это самый главный вопрос. Будет ли это играть Дракил или, может быть, это Лампи каким-то чудом исполнит, если вдруг матча будет фришной в миде? Непонятно. Я скажу так. Первое. Драгонайт пикнут только потому, что у них получилась прошлая катка. Вот, только потому, что это, знаешь, ошибка новичка второго дивизиона, знаешь, вот первая, да, такая. Так, у нас очень хорошо получилось, кажется, что все было идеально. Давайте пикнем этого персонажа, давай. Вот. Кажется, что слишком стрёмно просто так его на шестой-седьмой открывать. Вы знаешь, Драгонайт на керри в хорошую игру, это не Драгонайт, который против Тимбера на восьмой играет, это первое. Это не Драгонайт, против которого еще три персонажа будет появляться, да. И, учитывая то, что они знают, что JP может сыграть на керри ДК, они уже будут готовы и будут в курсе всего происходящего. Вот, и поэтому... Да, но Драгонайта можно посвапать, то есть они могут его поставить в оффлейн. Вот Драгонайт чем удобен, так мне кажется, что его можно поставить на любую позицию. Но, в свою очередь, Драгонайт это не универсальный герой. То есть ты не можешь его в любой драфт записать, он не в любую игру заходит. Поэтому... Ну, единственное, что, типа, есть ДК, знаешь, четвертая позиция, там, да, там, типа, со Станом, да, все равно Метеор купит, Даггер купит, да. Вот, бывают такие, я такое видел, да, то есть это не то, чтобы извращение, это нормально абсолютно. Куда браешь, получается? Чуть-чуть позже тайминги, но все равно... Да нет, ну если хорошая тройка. А вот ты такую линию себе представляешь? Драгонайт 4, Айнча 3. Нет, не представляю. Не представляешь, вот, и я не представляю. Ладно, нет, ну, на самом деле, представляю, но это только отчасти. Кстати, Рубик очень хороший здесь на 15-й. Вот я всегда слышал от профессоров на Рубике, что против Тимбера приятно играть. У него в любую обилку приятно сфоровать. Да, и профессионалы на Тимбере рассказывали в последнее время вот такие вещи, что все-таки вот эта пассивка, этот армор, который ты раньше качал, он все-таки не такой имбовый, как раньше был. Ну да, он послабее стал. И тебе его в 4 качать не хочется? Раньше ты в 2 его качнул и забыл об этом, да, как страшный сон, а тут непонятно, в 3 надо, в 4 надо, сколько надо, и все равно можно пропустить моменты. Плюс, знаешь, ты раньше быстро настакивал, а тут еще и медленно настакиваешь, потому что стаков надо много. Поэтому посмотрим, чем дополнят Лава и Спортс. Такую интересную комбинацию в виде двух милишников, один дамэдж дилер, другой станер у нас, плюс чуть-чуть частично сейвер. А Саленсер есть в пике? Теоретически Саленсер плюс 1 должен был бы появиться, да, причем плюс 1 и еще один инициатор, или тускара в ми, да, то есть, ну, там, знаешь, там, шапшар. Шторм какой-нибудь, да, там, Саленсер, Шторм или Саленсер. Ну, точно не темпларка. Хотя темпларка на флекс типа на две позиции, учитывая, что у них она ходит на две, ну, и туда, и туда, не так уж и плохо. Так-то Рубика берстит, прости драгона, это хороша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Решили усиливающую линию и сразу инстопик антимаг. Вау. Вау. Ну, ловить здесь антимага точно нечем, но дэмэдж есть чем наносить. Да, конечно, точно нечем. Ты, что мана может потеряться случайно, да? Случайно. Исчезнуть. Так почему же магия тебя не спасла? Вот, не спасла, да. Так тебе, так-то и не маг, он просто деревья любит. Любит? Ну, завтра есть. Ну, да, да, да. Подпиливает немного. Слушай, ну что, пока банят у нас? Что, выход, что потенциального? Все-таки нет, ну, какого шторма шторма? Здесь не может быть. А зачем Патк? Да, против Тимбера просто. Ну, типа, он Тимбера цепляет. Да, морфинга тоже цепляет. Ммм, может, что-то задумали. Может быть, хотят еще одного лейнера по Тимберу взять эту Скара в мид. Но тогда вопрос, стоило ли банить все-таки Патк? Банит. Непонятно, знаешь, вот какой герой в миде хочет играть против антимага? Вообще, просто в доту, да? Это уже сразу отвода, вот знаешь, вот Кунки, Эмберы. вот в эту сторону надо думать. Даже где-то Пангольер отчасти неплохо в миде. Но точно не для Шираки, не Квиннов Пейны, не вот все такое подобное. Ну да, этим они точно убрали этих героев из пула на эту карту. Не, ну Шторм может, конечно, в теории. Мне кажется, вот Шторм Антимаг, Шторму нужно очень внимательно следить за своей маной. Это был перегрыш. Это, короче, переиграли Лава, хотели переиграть. Знаешь, каким образом? Типа забанить Пака и Котла, сделать вид, что они не хотят темпларку, прикинь? И им забанили все равно темпларку. Принципиально. Ну, нормально, да. Если что, темпларка норм была. Норм была абсолютно в мид. Ну, вот учитывая, что у Тимбера не будет прям супер... Не, ну вообще там сложная линия, если честно. Учитывая, что ты еще и с Тускаром идешь, это вообще ужасно. Вот. Драгонайт, они планируют, что Драгонайт пойдет в в оффлейн, да, с Рубиком. И еще будет какой-то ласт пик на мид. Но я думаю, что все зависит от того, что пикнет Лава. От этого и оттолкнуться на Олиминс. Вообще, на Олиминс сейчас не в минусе. Не в каком-то серьезном минусе, да. То есть, жестких минусов здесь точно нет. То есть, у них есть... Они видят, что есть морф и пикают антимага. Это уже закрывашка жесткая. И снэпка появляется, вау. Еще один герой, которого хочется что-то своровать на Рубике. Да, для Рубика тут кайфовое. Так-то ДК... Не, ну вообще ДК против Undying облог, да. Неприятно. А кого брать-то? Ну, ДК ставим в мид, мне кажется, нет? Да не хотелось бы в Тимбера Морфа и в Снэп Фаер, наверное, ставить ДК в мид. Хотя, это не проблема, поставить его в мид, если будет какой-то герой, который против морфинга хорошо играет. То есть, тут надо уже смотреть по ситуации. The Sension Operation. На мид. На мид. О, нет. Ну, если еще и Дэнди залогиниться, типа, на вашем аккаунте произошло, да, там странное соединение. Подписан Дэнди. Есть Керри, есть Станнер, есть Жадный Суппорт. О, Дэх. Хороший выбор, хороший выбор. Очень хороший выбор. А как же он здесь хорош? Ну, то есть, он вообще против всех хорош. Он здесь и сейвит от любого нападения. А, в принципе, морфинг с Тимбером любят длинные драки. Это как и Снэпка, в принципе. Но против ОД может такой быстрый, ну, такой медленной драки не произойти. Там может случайно произойти Астрал и бам. Что, ну, то есть, ну, во всяком случае, по морфу. По остальным непонятно. Но в результате мид идет Тускар. Тимбер идет сложно. Вот, помнишь, я про рейнджа говорил, который, которого можно взять под Тимбера, чтобы качаться стало проще, а не два милишника. Все-таки это сработало. Ребята из Лавы и Спорт молодцы, тоже поменяли ситуацию. Потому что Тускар еще против Антимага ничего не делает. Вообще ничего. Ну, смотрит на него. Смотрит просто, да-да-да. Неплохо. Взяли с Набаром, чтобы... Лава или НЛГ? Кто победит в этой встрече? Третье решающее. Ну, мне нравится пиклое у НЛГ, если что я за НЛГ. Супер. Не, мне тоже НЛГ драфт нравится. Ну, показывают новых интересных героев, которых мы раньше от них... Ну, я не припомню. Вот Драгонайт предыдущий, да, на пост-один. Прикольно, но... Не знаю. Лава в этот раз не будет, мне кажется, такого развала кабинетов, как это было на предыдущей. И тут у Лавы, конечно, побольше шансов. Потому что Лава... Если затерпят, то, мне кажется, они могут, ну, банально, по макро переиграть. Ну, что-то такое. Мне кажется, в Лайте Лава сильнее, чем НЛГ. Банально по пониманию ситуации на карте. Может быть, может быть. Слушай, ну, лучше, когда пришли, вообще, знаете, ну, да, да. Но выглядит, но выглядит это не так уж и плохо. Кстати, у Тимбера хороший левел. Может быть, это будет профессор, который разрежет эту карту. Кто знает. Может быть, может быть. Есть нюанс? У НЛГ нет, рожпотен... Не было рожпотенциала, пока не появился ОД. Может быть, как раз-таки еще полотнуть отчасти ОД еще в пользу ОД, как бы, да. Все, все сошлось из-за того, что он еще и Рошана бьет. То есть, он сейвит. Он против Тимбера хорош, против Морфа хорош. Да. Вот, поэтому... Я думаю, что, короче, все решит лейнинг. Так, но здесь еще и стычка происходит. Йорк... Йорк покипает, да, судя по всему. Фраг оставят для Лампи снова. Ну, мы к этому уже привыкли за три карты. Давайте посмотрим, какие коэффициенты предлагает Бэтбум на матч Виннера. 1.52 на Лаву, 2.35 на НЛГ. Вы, друзья, регистрируйтесь на Бэтбум по баннеру в описании и получите бонус. 100% депозит по промокоду DPC. Подтверждаю. Я бы так сказал, что я Паука еще, кстати, на Морфе не видел. Я вот видел его на Бажане, видел его на Темпларке, видел его на Фурионе. Но вот что-то я Морфа так и не припомню, кстати. А куда он идет? Они решили свапнуться, лол. Морф будет стоять на длинной линии против антимага? Это интересно. Сейчас все ману выпалить на антимаге. Дойти. Боже, ну почему не встретились? Ну ладно. Трипла? Трипла и Тимбер один в топе. Вот смотри, представь, что ты даешь фри игру Морфу, представь, да? А в топе фри игра у Драгонайта. И у Тимбер полторы тысячи Нетворса, условно. Ну и все у него плохо. Антимаг потерпел, пошел качаться с Вангвардом. Ну, условно, да? То есть, ну и потом докачается, свое возьмет. А по карте пошел уничтожать, условно, Драгонайт. И учитывая, что Тимбер голый, ну реально голый. Непонятно, что делать. Ну посмотрим, как справится и Нолджи с такой ситуацией. Они причем даже вообще не скрывают, что просто вышли и давай месить. Нормально, кстати, Йора пробивает. Сейчас еще один Дикей будет. Подвоим, кстати, хорошо под двойной Дикей встали. Два раза под двойной Дикей. Это такая настолько катастрофически критическая ошибка, которую просто они даже не представляют, насколько это так работает. Пусть мокер. Мпетусы, конечно, больно дамажит. Особенно вот по Морфу. 380 хп Морф. Полностью перекачался в ловкость. Ну здесь решили пауку фри игру сделать, я так понимаю. Прилетает сюда за Икса. И вот теперь начинается веселье, да? Энчантры с Рубиком так-то и снепку... Ну все, снепка уже должна отходить регениться. Мандайн без маны. Да, есть там, конечно, мангусы, но ему нужно два манга съедать, чтобы один Дикей нажать. А, нет, один. Погоди, он тоже восстанавливал. Оптик. Да, есть проблема в том, что тот, да, то, что там ману бёрнет и то, что вот они так дерутся, это, конечно, круто. Но герои без левла у Радиант слабее, чем герои без левла у Дайер. Это правда. Потому что он даймгу все равно... Снепка, ну, считай, что все равно, вот, а вот Рубику просто необходим левел. И я бы сказал так. А теперь ребята сделали все из лавы таким образом, что Тимбер будет на фул нереальнейшем фрифарме и еще и будет проширить Драгон Найта. Да. И стоит, ну, то есть тот спейсер, который собирается потом уничтожать карту, будет нереально огромным. Вот. Это все пока что размены эти все плюс лава. Просто на жестком бонусе. Как если посмотреть сверху на хп-бары, то все пробитые практически на этой карте. Кроме Тимбера, получается. Кроме Тимбера, да. Ну и снепка тоже там фуловая, но снепка просто уже зарегинилась. Переждала. Antimag, JP, 6 крипов. Ну, пойдет? Да, пойдет. Ради этого пришел Рубик, если что, чтобы 6 крипов было. И, если честно, по-прежнему не могу сказать, что это правильно. Вот если бы вынесли Тимбера, а потом на последних издыханиях вернулся бы Рубик и попытался бы там что-то там пострелять, это было бы одно, но в итоге, конечно, и в топе ничего толком не получил. Хотя, что, ДК, в принципе, поригенится. Я думаю, не совсем, как-то, в два метеора. Два метеора гейминг. О, да, а, да, иудыка. А Тимбер, интересно, будет, в тюрьме, тоже, не видел, видо, я видел такое, если что, северное дело, видео, видел, видел, но пока что три топовых крипста, это, залавый, дай, печенька, импетус, хорошо, один на тимот печенечку, вкусно, вкусно, вроде и печеньку скушал, а вроде импетус, ну, короче, да, не по вкусу, вкусно, но по сути, оно по сути, вкусно, так, ну, вообще, в принципе, до кольца, антимаг дожил, как-то, от старости не умер, осталось только дойти до магазина, а он курьером купил, он купил курьером, который идет с верхнего магазина по речке, как же долго, конечно, да, делают такое, ну, все, он увел, ладно, хотя бы увел, я бы думал, сейчас дальше по речке пойдет такой, лампе его бы встретил, да, лампе, здорово, так, ну, от центра, лампе, с лалатрони, размениваются, прям, причем так, нормально размениваются, но лалатрони с кольцом, лалатрони с фейриком, лалатрони прокает пассивочка, и есть еще астральчик, достать, все, ему надо тычку дать лалатрони, а почему он не пошел давать, он не рассчитал, но там видно же, да, что не хватает, я тоже вижу, не, ну, знаешь, мы с тобой увидели, как он фейрик нажал, да, то есть, может быть, вот я не увидел, что он нажал фейрик, кстати, фейрик после астрала, типа нельзя нажать, разумно, то есть, по-моему, после астрала все, что угодно можно, нет, можешь нажать, и не умрешь, ну, да, но ты с фейриком, это, ну, ты мне не работают, не работают, а со стиками, вот, иул, например, со стиками работы, иул работает, торнадо, энерджи со стиками работает, на заикса, нападение, джейпи решил ворваться на кристо, кристо разменяет, не, нормально, для джейпи, мне кажется, такие размены, это прям то, что нужно, 4GP, чем больше киллов, тем лучше, потому что он здесь, скорее всего, фастб, только единственное, что, конечно, я бы хотел все-таки увидеть от него вангвард, здесь, если что, линия, которая втроем не пробьет его никогда, если он купит вг, он один троих, если что, может здесь закошмарить, я вот, я уверен на 100%, ну, просто, типа, морфу не бьет, он дайв, без способностей, почти, ну, то есть, что у него, там, у него ничего, что может помешать антимагу, и этот, и снепка, это вообще, ну, никак, не конкурент, не соперник антимагу, смотри, вот реально, вот антимагу, петли виталити бустер, я надеюсь, а у него, кстати, курьерку, дали идет вверх, да, это будет, вредно, на центре, нападение на лампе, успевает нажать, сноубол, и выпрячет в астрал, тут шишка, потанчит, прыжка, шишку, кинуть шишку, кинуть шишку, хорошо, шишка кинул, и шишка убивает, в результате, лампе, печенька на зомби, там он лэнчи, 580 хп, ну и все, зомбак маленький попал на аттракцион, его подбросили печенькой, он этого никогда не видел, и вот, пришло время, зомби, ну, что, что можно сказать, начало такое, что казалось, что драгонайт должен был жестко терпеть от тимбера, но вот если сейчас оценить ситуацию, то можно подумать, что нападение на лалатроне на центре, и они вообще не хотят саппорта, хосту находит смокер, и, ой, какой телекинез от ЗХА, но лалатроне все-таки погибает, смокер на хосте, ну, полностью ее реализовал, ЗХА, возможно, тоже заберут, смокер все на кулдаун, шерды неточные от лампы, ну и пошли ворды ломать, это уж точно деньги принесет, поэтому, ломают, опять, этот импетус, ера, да, импетус и больно, знаете еще, что точно, знаете, что еще точно, это стопроцентный бонус регистрируйтесь в приложении или на сайте Бэтбум и получите крутой бонус при пополнении по промокоду ДПС, на топе, кстати, ты посмотри, Драгон Найт, он в соло, это просто невозможно, честное слово, я даже не понимаю, как это работает, ну, то есть вообще, Тимбер брался для того, чтобы выиграть линию УДК, и Драгон Найт сейчас, вот после этого килла, тысяча разницы, я тоже, я не понимаю, как, как может Тимбер, вот зря мы сюда не смотрели, на самом деле, но там на боте, понятно, что-то по-долженному просто ДК терпеть, да, двигать, смотри, еще сейчас может Курьера потерять с Энерджи Бустером, Тимбер, нет, не потеряет, ладно, потом спасибо, без него, наверное, его может потерять, а нет, все равно уводит, ну, вообще, огонь в 4 у Драгон Найт, и он нормально так спамит Тимбера, Тимбер не купил капли, это первая проблема, он увидел, что дэмэдж от огня большой, надо было купить капли, манно реген, раз, дэмэдж, доджет, 2, дальше, не хватает регена, я так понимаю, на линии, ну, если чувствую, что не хватает регена, ну, иди купи себе из кольца вг, потом разложи его, купи себе там, ну, любые предметы, абсолютно любые какие-то, лотусы, лотусы, бладстоуны, стоит, что угодно, что угодно, вот пошел, метеор хаммер гейминг, ну, найс, задолжил, задолжил, да, теряет половину хп с этого момента, и если что, пассивка видишь, не настаканная, и он немного регенится, и есть вариант, что из-за следующего метеор стана, он может умереть, так, паук, забирает у нас инчантерс, но я так понимаю, инчантерс, это обворовывало его тут немного, да, ой, слышу, ультимейт, а дэ лампин, сноуболи, ой, это сноубол, нет, не остается, лампи, ну, что, 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 я думал, что это у меня пакет лосы, а это лампи, просто батя игры, да, да, на доджу ласточку, не этим, на иллюзиями, выжил, и сейчас еще, ну, вот тут шардами, конечно, немножечко, тут кекис, да, шишка, да, просто в фраге, кинула шишку, и дальше, типа, по своим делам, да, dk4500 на девятое, если что, да, там, конечно, погибает, кошмар, драки, ну, все, новый автобан против NLG, Dragon Knight, так, да, как бы, вообще-то, если что, в прошлой игре, сыграл, да, но, это снова, да, то есть, это снова, вот у них еще один герой, у них вот дум такой, теперь это еще Dragon Knight, ну, типа, они понимают, что думаем, нам не дадут, надо нового придумывать, вот, придумали, самое главное, что у них еще, ты понимаешь, темпларка есть, вот, у них есть, есть герои, которых можно flex, да, то есть, темпларка на две позиции, работает, вот, иер на боте, линк, ипал, все, ушел, жалко, время терять, да, ну, о чем там сделает, адека, интересно, что сделает, вообще, вот, мне просто интересно, следующий, лайт, какой план, вообще, то есть, тут, и БКБ, хочется, и Даггер, хочется, и Шард, хочется, здесь все хочется, интересно, на что пойдет, не, если Метеор Хаммер купил, то уже Шард не покупаешь, ну, да, да, ну, рано его не покупаешь, ну, рано его не покупаешь, да, потом покупаешь, конечно, так, и все, и на миду тоже падает, вспышка, у Лолотроне башня, фуловая, на центре, а саппорт, и в итоге, состилили, заикца, там чел, если что, твой мидер, в Лолотроне, Метеор Хаммер для этого собирал, а ты вот просто подошел, тычку дал, с кентом вот этим, вот, захватчиком, не знаю ничего, Метеор он покупал для себя, жулик этот, жулик, да, в первую очередь, это точно, я покупал его для себя, он же мидер, правильно, то есть, знал, на что идет, как стан кентавра, интересный был по земле, но здесь в зоне Дракел, конечно, от Кристо, не Дракел сейчас пытается, знаешь, как это, найти себя в игре, учитывая тот факт, что он уже 2000 летит, от Драгонайтера, Канчантрос погибает, лампы подцепили, спрятали его в телекинез, мертвы Меркисос, метеор, но что-то как, больно очень этот, метеор Хаммер ему обошелся, дрейк тоже страдает, но отбить печенька достает, джипи, по-моему, джипи, вот самое время ретироваться отсюда, но его убить, наверное не получится, ну он вообще не ощущает, ну он нормально будет, а не, не ощущается, дрейк, чайка, так у него нет, у него нет, ботинок есть, а там дерево нет, а то телекинез, но пила, чакрам, дамы, чуть-чуть, погибает, солриф, единичку, сработал, что происходит, йорк, ты только резнулся, ерк, пошел с пауковым, под руку, ну а че, у меня импиетов, у него 600 хп, о, да и ты пошелся, кстати, тоже такой, знаешь, оптимист, налетел, чтобы что, чтобы морфа убить, морф точно не погибает в таких ситуациях, линка, кстати, морфа, первой шмоткой, старый добрый морф через линку, знаешь, что самое страшное для, как бы, ребят из налжи, то, что у морфа, хорошая игра, ну то есть у него, буквально, из-за пару киллов, и за одну тп, стала очень хорошая игра, а вот кажется, что вот йорк, ну соло килл, а 250 золота, так-то принес, экспу принес, ну и, знаешь, параллельно, крипом был убит, то есть это самый лучший фарм, когда ты ни на что не отвлекаешься, то бы убил крипо энчантрас, и убил крипо, о, крипо энчантрас, здорово, а что ж такое-то, йорк, ну куда? мы не сможем, мы не сможем в этой игре сказать, что, ну вот, йорк играет со счетом, там, 261, не приятно, 8-15, на ботлетев, кто на за икса, качаться, ну с чакрамом, конечно, мое уважение, 25 дамеджа моментального, 57, да, кстати, у него же еще это чистый урон, амплифайл, на рубик, как-то его четверо ломить, но это рубик, конечно, за икса, надо душить, сейчас пропили от деревьев и умрет за это, смотри, лети сейчас полетит, чекра назад, смотрю, смотрю, куда, что, не идут, боятся, значит, уважают, хорош за икса, просто на характере, на характере, так и здесь, медведем он убить, убить все, милки, убили, да, но слушай, но это, йорр, теперь смотри, теперь, йорр, так, йорр, идет, только что убили, его, медведем, но он идет на вражеских, айграл, ну ладно, ушел, да есть же место, где можно подкачаться, серые точки на карте существуют, вот еще три кемпа, которые можно взять, можно совуха взять, вон пойти, но есть чем заняться, просто йорр, поздно до этого доходит, скажем так, ничего, сейчас все будет, одепрс, ну одевлейт, одэнтимаг чисто влейт, вот летит одэмидас, мидас метеор, а дк тоже мидас купил, не дк, да, агер собирается купить, ну нужно, нужна инициация, все, как раз мочанский, ну, что, кого нашли, за их санжица, в астралию, на высоте, ставится тамба, прям под дрейк, дрейк, фокусирует там, уютом, если слава троне, пищево ровная тамба, плюс 175, латроне, видел метеор, все это, вражда, встанчик, креста, с ноу-болом, доджек, лампе, метеор, ну и еще, подсевил, креста, ну нет, крест, 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 сол, рип, живет 150 тп, нормально, но не тимак, на топе еще просто, пока что, вот у него там, знаешь, музыка из лифта, просто, ну, понятно, что он себя чувствует прекрасно, сейчас себе еще братсворд привезет и останется чуть-чуть, одна маленькая часть на бф, и тогда он начнет реально фармить, пока что, то что фармит антимак, это не критично, для ребят из лавы, ну, потому что он пока фармит, слава, взял слава граунда, сатирам учителя, так, ну, смачок пошел, появился блинг у дрейка, формат, правда заканчивается, но при этом, Йор уже всех прогнал, если что, из этого леса, Валрус Панч, сатирам учителя, что, дрейк, танник останов, ну, все, набежали, снова волна, за икса, за икса, с дикейм, успеете нажать, успевает нажать, 12 к такт асила, митер хаммер падает на кристос, танг ламп, дикей, мортимир кисос, куда-то кастуется, но лолотроне все еще живет, и кристо, недолго, кстати, кристо забрал, но потеряли троих, дрейк, наверное, тоже потеряет, танг, кстати, если печенька есть, ну и морф уже здесь, дрейк уже здесь, все, минус 4 в размен на танг, в итоге, слишком легкий вынос получается, у ребят, вообще салат, неожиданный, потому что, у ребят, очень хороший старт был, помнишь, где был драгонайт, а сейчас, где он, центральную башню, ну, просто нигде, он был топ-1 от Ворса, у него было там на тысячу, на полторы больше, там на две в один момент больше, чем у Тимбера, а сейчас Тимбер обогнал его, это просто нереально, нереально, ну давай пока пауза, черкнем коэффициенты, какие предлагает Бэдбум на текущий момент, 1,2 на лаву, 4,5 на НЛГ, а вы, друзья, регистрируйтесь на Бэдбум, по баннеру в описании, и получите бонус, 100% депозит, по промокоду ДПС, да, находится, туговато, туговато, а паук, после линки, сразу, представляешь, аганим, в антимага превращаться, да, все-таки планирует, и это очень серьезно, то есть, это супер стартовое жесткое давление, йор, точно здесь умрет, еще и на рубика нападения, куда же, а саппорта погибает, но на дрейк уже ресурсов, по идее, не должно хватать, хорошо, что хоть таково-то не хватает, у них ресурсы просто, 19-7 счет, 4000 преимущества, и такие герои, которые, ну, не позвать, как-то, не позволительно, камбэкать, понимаешь, что с ним нельзя было дать камбэкнуть, вот так вот, вот такой вот, тимбер не должен был случиться, на карте, у ребят из НЛЖ, но он случился, и это же чуть ли не критическое, наверное, я бы сказал, учитывая, какую работу ДК провел, да, то есть, вот же, такую работу провел, он так уничтожил, все было так прекрасно, его ДК, ерес творится в его игре, он действительно засолил, причем матчап-то, по идее, да, для него, ну, не лучший, любого милишного силыча, против тимбера стоять, особенно раз на раз, не очень, и он в изделении, если что, да, то есть, еще этот тимбер в изделении, на длинной дистанции, просто пока до тавара добежишь, там можно откиснуть, в принципе, ну, или три пилы словить просто, и уже будет неприятно, ну, как неприятно, ты слон КП останешься, как на дрейк, нападение, метеор хаммер кастуется, дембер же, на него не хватает, он на чине уходит, а сам при этом половину ХП спилил, ЗИКСА подходит, чейнц воровал, взрывает GP, хороший фраг, между прочим, ну, пошел Мартимир Кисис, GP, блин, ка нет, Валерс Панч, Смокер, монстр, ну, еще пока что неудержимость, а вот, прокачал бы, 6, да, а прокачал бы, контур спелл, в 4, сразу, вот, когда был, скиллпоинт, чтобы прокачать, глядишь, убежал бы, потому что 3 секунды, кд, это не 7, ну, то есть, 3 за 3 секунды, можно, да, там, и от Ускара, сноубола, засейвится, да, и там, условно, еще от какого-то, юнита, но уже это не важно, не получилось, не пошло, когда Рошан будет, у ребят, кстати, если что, Рошан справа, потенциалом, очень жесткие, у лампы, все-таки, уже так, тем, 2, есть, морф, и есть, он, дайвинг, морф, саганином, уже, морф, уже, не смог, что лава, вдавите, вдавите, налжи, покажете, что это все-таки была случайность, ему тут вообще, с кайфом, можно на ноги превращаться, лампе, запрыгнул, спугнул, дрейка, но он так, но увижу, прыгал, а можно просто, дайте Рошан набить, дабл дэмэджем, тактим 4, тамба, ставится, ну, идея, фри, когда я спросил, да, когда я спросил, когда уже Рошан будет, и тут он просто сразу, моментально, ребята забирают, и это очень круто, 19-30, и того, грубо говоря, в 30-й минуте точно будет, аеги с шардом, там уже будет все, там уже дело пойдет еще, более жестче, ну, если, конечно, доживут, обе команды, ну, да, там-то и дело, лава, 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 дракил тут рискует, но кто не рискует, тот не пьет шампанское, не пьет, вообще-то там, не надо, вот именно, факты, факты, ждал, пока ты меня поправишь, носки луки, видишь, это у меня еще, майндгеймс работает в 2 часа ночи, а знаешь, благодаря чему, все верно, благодаря шампанскому, ай, нет, торнадо, энерджи, видишь, с кактусом, прям просто ободрить, нереально, без него бы точно не вытянул, ребят, и вы заряжаетесь, потому что еще одна серия, после этой, да и это еще, может продлиться, о-гу-гу, тут будут действительно долго играть, в 2 Метер Хаммера, дефать хайграунд, кстати, одно удовольствие, сейф есть, там ООД появится, условно, аганим и шарт, там, не знаю, вдруг дадут рошана забрать, и знаешь, он будет сейвить, он сам огонь, шабирая, собирает, может быть, ну аганим ему, да, шарт я имею ввиду, что с рошана, хотя бы шарт, слишком много денег придется собрать с карты, но так-то ДК уже припринял это, знаешь, он уже понял, что, ну, я все-таки тройка, да, покачаться мне уже больше не дадут, ну смотри, как в 2 Метеора толкают, так-то подошли, 2 Метеора вставали, пару тычек дали, там уже от Тайвора 730 кп осталось, ну а хотя, это контурнициация, Лалатроний через Морти Меркисос, спрятал себя, плевочек за Икса, за Икса просто бежать, но за ним прокил, воруется Чейн, Лалатроний погибает от Паука еще, Икса, Чейн, Чейн, ну тут он неудачный, Чейн дал все, бэм, ну вот так вот, пришли на Т2, но ничего, GP уже в другой части карты, качается у него, нормально, Чантра, смотри, Мангуса все накопало, там Мангуса, ты 2 скушал, еще 3 осталось, еще, еще салоники, мукер, GP, переключай, ой, Валрус Панч, неприятно, двое, сноубол, Йорк Таверна, погоня за GP, просто ходят, деньги переливают, на самом деле, это, не спейс, вот это, вот то, что Йорк сейчас под Т2 стоял, это точно не спейс, хотя понятное дело, что он недолго резается, и за него там немного дают, но все-таки дают, ну да, и пока что это еще ощутимо, да, сейчас каждая монеточка, кстати, на счету, потому что сейчас определяется, кто поведет дальше, понятное дело, что ведут сейчас лавой, будут вести, но одна, одна драка может перевернуть исход, хотя бы на равный, не то, что там прям сразу начнут, доминируется на ЛДЖ, но хотя бы на равный, чуть-чуть подышать, в принципе, антимагусу, да, и они могут развалить, обогаточку, от нападения на Йора, разревелил, давай будем назвать это, разревелил, разревелил, не засмакавшихся оппонентов, вот, развел на валрус панч, разревел на валрус панч, так-то слушай, ну, так-то, кд там, что, 15 секунд, ну, серьезное дело, серьезно, да, не, вообще, драгонай, так-то, бкб, просто хочет себе докупить, поэтому сказал, слушай, давай, мы тебя на стендина взяли, ну, и ты давай, там, услугу нам, какой-нибудь окажи, вот, постой здесь я пока, бкб, кобальда взялся, 20 золота в минуту, камбэ, все, вот здесь кобальд стоит, радиус огромный, фармим, это реально фарм, то есть он, 60 золота на команду, так нет, ну, йор, и что это, кобальд, сейчас, это, что знает, как, повышать золото в минуту, у союзных героев вокруг, вопрос в другом, я могу прийти на последнюю секунду, минуты, или как, или я должен минуту поставить в кругу, чтобы получить, как типа условно, он скорее всего, раз в 3 секунды приносит, просто голду, ну да, мне так кажется, может быть такое, прикольно, ладно, морфан, он кетчет, да, там 35 секунд, еще оегис, кто кого кетчнул, этот морф хочет изобразить, кто у нас дальше идет, ну что, уничьи 8 левел, бой без хила, она у нас играет, ну это йор, а у йора, как обычно, как говорится, он генерал по смертям, ну вот, и у него их 10 штук, он в принципе не жалеет себя, ни любви, ни тоски, ни жалости, ну здесь для энчантрас, мне очень приятная игра, будем честны, ну когда я на 3 плы, но она в 3 плы стояла, еще к тому же, вспомним про это, а теперь представь, просто это в топе был бы, ну вот просто вот, ну энчантрас и драгонайт, ну там вообще просто полторы тысячи, на творца тимбер вышел, а рубик бы просто там, ну швархал бы болтами, и антимаг чуть-чуть, но там и так, и так было все хорошо, так что что тут, ну да, в том-то и дело, что вот такая так все было хорошо, у джейпитов в целом все неплохо, морф огромный, да, но у него билды все, ну то есть как, кроме конечно же аганима, это сейвовые билды, то есть это билды, чтобы просто жить, жить, осталось только понять, как будем убивать, ну то есть вот с сильвером, я уже понимаю, я уже понимаю, как будет работать, вот, вот, что у нас, но мы ждем следующего рошана, это, пока что качаются лава, они все равно преимущественно не большие, но набирают, просто лава может, лава может, понимаешь, они могут убивать любого абсолютно героя на мапе, но самое главное, там оказаться, хотя бы в четвером, 4 достаточно, вот, лава может быть, но здесь, правда, героев очень много, и вот, я ультимат не пожалел, лампе поздно нажимает БКБ, но такие забирают, Йора, за икса, стоит шарды на шарды, за икса, до конца, гейминг, за икса, но ему некуда было идти, ну и, латроне тоже подцепили, в результате, вот такой вот выход, на ондаинга, ну, оканчивается еще одним провалом, лейнолджи, потому что, все-таки, ребята, 5 на 5 драку, сейчас принимать не могут, и в итоге, когда на них, на оппоненты уже набегают, и некуда деться, они отдают, слабейших, скажем так, ну, то есть, чтобы на твосу поменьше, и так далее, да, и вот, антимаг, собирается купить себе скади, появится оно минут через 5, не раньше, надо что-то придумать, надо какие-то киллы зарабатывать, если хочется, все-таки, получить это, ну, тут уже заход на ХГ, развели на Глиф, и отойду, все-таки, а если нет, побить, чуть-чуть, не поперс там, не могу есть, слушай, вообще нормально, шредера, 4 из 6 попаданий, есть, те самые, 25 процентов, 33 получается, ну, тогда, я просто, к тому, что не совсем 25, но пойдет, так, нападение на Марпа, паук, перекачку не нажал, печенька вперед, паук, драться, драки, в Бакабай пошел, просто принимать, у тебя удар, ну, понятное дело, пока мы закончили, надо бежать быстрее, надо все, надо уходить, паучок, просто кайфетский, смотришь на два барака, и понимаешь, что если бы не били по, двум сразу, то точно бы один снесли, да, ну, это же классика, и подальше, хватит нам, хватит, 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 нет, это точно нет, ну, что, смол, а, потому что Рошан, сейчас, основной таймер заканчивается, все попадают, сканами, Рошан, 8 секунд, сюда, кинча, красивый маршрут, кстати, нарисовала, чтобы обойти своих оппонентов, и правильный маршрут, и вот вопрос, воспользуются ли им, и не будет ли поздно, видишь, как стояет лава, и понятно, что они зайдут им в спину, и это суперкруто, вот сейчас только что, кипа выжили, как нападение на смокера, ну, Метеор тут не раскастуешь, да, на БКБ нажимает, но там, Валер Спанч, в любом случае, Крис заходит, Йора стерли, Метеор Хаммер падает, по двум персонажам, лампе в БКБ, Дракил, переключается на Лолотроне, Лолотроне, Эклипс, Йор Байбэк, Паук, Лоу ХП, но перекачка работает, Мартимир Кисса, Сотсмокера помогает, забрать в Лолотроне, но сам он при этом погибает, тот еще Кристо пытается зафокусить JP, нормально, 2 в 2, но двух саппортов, на саппорта мидера и байбэк еще, не, ну, они не в плюсе, не в плюсе, да, то есть, но, я считаю, что, ну, да, на три сотни, ну, слушай, на Antimax, две с половиной тысячи, экспрессов, вот это, да, это уже другое дело, по экспрессу, хорошо ломался, 20-го, и сейчас еще, Скади появится, и вот, плюс еще один слотик, и тут уже можно поговорить о том, что Antimax может легко эту игру, камбэк, осуществить, так, кстати, лампи, я думал, он на него нападет, у него же нет БКБ, он прекрасно об этом знает, JP, нет, реально в Рошана, и тролль заходит, здесь ничего не видно, тролльчиков не видно, а нажать, 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 тролльчиков, а мобилка есть, ничего он не знает, вот, о, скелетики пошли, неужели не успеют, чайка запрыгивать, смокер, вообще на лоб, пп, остается, Рошан, и JP, просто уходит, пошел бить крипов, а соперник забил, Рошана, ну, так бывает, так-то не было, не было выхода, не было выхода, он все равно, ничего уже не смог, там, дрейк, нажимает, БКБ, стан, блин, т.п. он, так еще там, скипают, сапачки, тянуть можно, но очень много, эту игру, но так-то, на боте нужно еще толкнуть, но Латро не уходит на фонтан, у него есть уже, гоним, о, спине, Йор, ай, Йор, неожиданно, как они вот тут нашли, на своей половине, Йор, неожиданно, забродил, понимаешь, как самое лучшее там, вино, скажем так, забродил, и застрял на вражеском, на право-вражеском лесу, если что, под Вардом пойдет, почему все берут этот талант, на там стол, вот, второй игрок подряд, это не объяснимо вообще, я считаю, что это, это очень, ну, странный талант, максимально просто, не то, чтобы он там, ну, есть, да, просто его реализовать сложно, ну, удара поставили на тамбай, спрятали, так, лампик пошел прям под фонтан, фактически уже, паук справляется за икса, байбека, нет, байбек, только у драгоннайта, есть, монстр килл паук, 803 идет, паук идет в своей победе, в этой серии, божечки, как же он к этому стремился, так ждал, у него три сутки, нападение на дрейк, а быка была у него на кулдауне, но есть Митер Хаммер, Мортимир Кисис, на разведку, как Йор вперед, гоним у Тимбера, Йор импетусы, Йор, Йор, Йор погибает, нет, байбека, дрейк, бкб, начинает наваливать, спрятали, что он не мог наваливать, два бедер, а мир от, что с этим делать, но они не стакаются, ну, по демиджу, да, но только, когда падает, но тогда урон наносится, а потом, все, поделинал, латронил, латроний, сейванет, то есть он встанет, стоит после войны, за ихса, туда же, щелк, 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 паук, превращенный в антимага, превращенный в антимага, звучит так, ну, понятное дело, да, звучит, звучит, мягко говоря, странно, но ладно, мы-то то самое, ну, и получаем, так, ну, по новой, легенда, это игры, так, лампи хочет разменять, айгис, каким образом, или что, нет, и это, последняя сторона, запрыгнул, хочет подраться, закончился, контр-спел, печенька, понимание, попали, сноу-бол, лампи, растворился, дрэйк, бэйбэка, нет, это гг, да, все, конечная, 2-1, лава, поздравляем их с победой, йорт, получает типчики, ну, если честно, в последней, он прям, знаешь, он, он напомнил о том, что было в первой игре, скажем так, вот, ну, слушай, лава оказались сильнее, очень, очень плохо ребята отыграли, мидгейм из команды, но уже просто ужасно, я не понял, почему в два метеора, в четыре героя, просто не собрались, и не подрались, и просто по одному пошли, и отдались, причем даже в рифм получилось, качался, тот типик, который был, битбокс, может, запись, да, давай, давай, я не умею, ладно, не важно, не важно, я к чему, морф, ни разу не наказали, не пошли, не помешали, он пошел качаться, но если бы, достаточно было просто убить остальных четверых героев, то есть, и смокера напрячь, и лампи напрячь, и тимбер напрячь, но в итоге, только тимбера напрягли, не так-то, нет, так я имею ввиду, что это сделал все в соло ДК, а дальше кто-то помогать-то, собственно, будет, и в итоге, этой помощи не хватило, просто чтобы с Драгонайтом сыграться, и в итоге, этот Драгонайт пытался перелить на Твор в своей команде, но уже не вышло, в этой игре, хотя бы не было, да, допущено той ошибки, как было с Деспрофит, помнишь, да, то есть, здесь уже не кинули Деспрофит, здесь был Драгонайт, и он прикачался, и потом под него, типа, подошли герои, но тут была другая затея, Драгонайт был самым сильным героем на карте, и с ним нужно было драться, а получилось так, что, ребята, там один, там один, там один, там стоп, и по очереди просто, пам, 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 урона у Лавы Испортс было предостаточно, чтобы убивать этих героев, и вот они нащелкали, ну и, конечно, МВП НЧА, не пошло у нее что-то, ну, бывает, бывает,